эта контора не значила просто в тупую воровать газ я иду в горы то показать вам как технично компания львовская который умудряется воровать газ украинский спрятала свои трубы спрятала кран за моей спиной незаконные стоят трубы румынская школа где нет украинского языка и украинского класса у нас я дорогие друзья знаете как я сейчас иду с людьми города красноильск это черновицкая область и слышу один румынский язык вокруг себя и понимаю что наверное я попался таки в румынию не в украину ладно шутки шутками ситуация следующем сюда я приехал по пути в закарпатье вы все знаете что еду туда в закарпатье и заехал черновицкую область опять же к моему коллеги другу журналисту петру я думаю многие вы уже видели его стримы мы сейчас находимся на территории санатория областной туберкулезной санаторий красноильск все было бы ничего по стандартной схеме реформы 3 10 ну то то мелочи другое значит есть такая львовская компания иска львовская компания инкогаз значит они получают разрешение на исследование геологическое исследование надр украины и все было бы ничего если бы эта контора не начала просто в тупую воровать газ и продавать его поразительно даже не городу красноильску 21 век украина граница с румынией люди покупают в баллонах газ я еще это помню в своем детстве у меня бабушка ворзеле жила я там у нее ночевал иногда и вот она покупала газ тогда тоже у людей вот мы сейчас идем это все мы на территории санатория так вот эта контора бурит скважины газовые там где родовище наши на адрес надра наши украинские и в тупую просто начинает качать газ поставили два экрана один почему-то охраняется 2 нет вот табличка типа не подходить и все было бы ничего хрен с ним что якобы не ворую да там криминал все остальное полиции с губской занимается они это сделали очень технично и красиво проведя трубы ночью в вопреки всему здравому смыслу через санаторий просто взяли и провели трубы и вывели это на горы а оттуда я так понимаю они умудряются продавать в румынию а может прямо и транзитом румынию тащат что могу сказать сейчас вы все посмотрите все сами увидеть я иду в горы что показать вам как технично компания львовская который умудряется воровать газ украинский спрятала свои трубы спрятала кран и думает что такие как гура туда не доберутся а гура добрался и туда и это при том что во всем красноильске газа нет пока мы парковались возле входа в красноильск санаторий очень много мимо меня проехала автомобилей лесовозов везут смыреки красивые правда уже как бревна просто идеально если вы услышите пилят лес ну пила работает и причем в горах сзади меня горы и в горах слышно как пилят лес а потом нам будут говорить о том что это просто санитарная вырубка лес пилят карпатский это вот вот я прямо возле гор нахожусь так вот это что это кран у нас с газом да вот вот эта труба надействующая через какую которую идет газ да и сюда вот отсюда через территорию санатория чистотую почему он он боялся чтобы вот это все вышло наружу бывший вот этого главы облграды вот потому что вот эти трубы идут через санаторий потом они проходят и идут аж на выраженецкий район туда идут на обработку после чего этот газ закачивается в центральные трубы именно который газ поступает уже людям вот чем суть то есть получается что ну чтобы вы понимали люди качает мы не пройдем потому что болото сильным и надо подъехать машиной очень сильный подъем я вам покажу вышку где вышка стоит главное и качает скорпат газ вот сюда а нас получается вышка качает трубы сюда выводит отсюда трубы идут уже на выженский район сраженецкий район где переработка газа хотя вот это фирма инкогаз товариство за важной видовой дальности она имеет разрешение только на изучение вот этого газа то есть не транспортировка не продажа ничего они только должны были изучить его а мы видим что мы видим то что местные власти об этом знали потому что люди поддавали появление в прокуратуру вот прокуратура якобы открыла цивильные правови видносины то есть это было спаривалась в господарском суде то есть что они якобы что-то неправильно где-то проложили трубы какие-то вот типа вот такого а то что они продают газ добывают газ наш газ который по конституции граждан украины ну да они его продают на этом зарабатывает но тем не не менее люди все вот тут которые тут які проживают они без газа это самое великое самое обидное те что тут они без газу тобто корисные копали не наши по конституции украины они наши а какие-то приватные руки разом з чиновниками цей газ продают наживаются на цьому оце это очень образливо а люди тут не мают ни газу ничего они палят дровами что я давал запись на облдержадміністрации есть ответ за подписом пана осадчука мается на увазе что я давал запись на ОДА чтобы они надали мне ответы сколько есть корисных копалин это независимо что это газ или какие-то какие-то корисные копалини сколько есть на территории области на что мне дали ответ я сгодом зачитаю когда мы уже будем подъезжать до вишки но в двух словах что на территории буковины на территории чернівецкой области они не дослежали а теки мали дослеживать еще в липнем месяце этого года но мы ничего не знаем хотя в 18-м году был позор они прекрасно знали что идет добывание газа но все мовчали чему мовчали мы можем сделать висновки только вы с этим вопросом куда-то обращались с газом и не говорили бы если у нас я понял откуда обращаться ну а председатель на это будет но теоретически да а когда это проводили все эти ночные работы полицию вызывали нет полиции здесь нет нет полиции серьезно вас не вас не видно не переживайте вас не можете говорить нас есть где юров она есть ахренеть а дефакто они не працюють а тут ничего не решается у нас меняется они могут убивать они помогут все делать а не просто и все все на таких а как вы здесь живете скажите у вас же беззаконие получается тогда кто нигде или где мы держим ну вот вы живете здесь вот в этом поселке у вас беззаконие что хотите посмотреть взятки взял и пошел сюда а то что карпатский лес увозят пока одно стояло это тоже нормально да по ночам ввозят тут есть сама ночью ночью вывозят то есть круглосуточно таскают лес да и никто ничего ничего я хочу зауважить еще коли президент украины был наше нефтяк он особисто дав козилку разобраться чему крадут лис чему нещадно так знищують лис и после отъезда пана президента нашего украинского кого обрав народ який гарантом нашей конституции все просто зневажают вказовками президента як вчинялась а беззаконие так воно и продолжает чиняться а почалося все это с этого самая санатория санатория протитуберкульозного можно сказать одно найпотужнейшего такого санаторию в украине вот якщо бы мы не зацепили эту цю це питание санаторию мы бы и не дизналася про те чему они так выстоят цей санаторий а что они хотят сделать с этим санаториумом не зараз же хочет забрати санаторий на баланс отг місцевого чтобы контролювати и надалі все все я секундочку вы здесь пишите по поводу там опасность остального мы взяли с собой оружие потому что понимаем у ситуации которая может здесь творится поэтому мы будем к роднику идти и у нас есть оружие поэтому сразу предупреждаю не стоит каких-либо действий делай со стороны тех кто возможно сейчас пытается нам перекрыть дорогу чтобы мы не доехали до как родовища газового но мы это обязательно покажем поверьте это будет круто в эфире вы это все там там с интернет есть там ловить интернет там все нормально можно будет все показать как и где сколько там який тиск как его выкачивать где звездки еще какие вишки есть звездки подключаются другие трубы в эту вишку там наверху центральную в которой как раз и эти трубы тянутся и которые проходят звезды и вот сколько километров это же нужно было прокласти сколько километров труб для того чтобы заниматься чтобы наживаться на этом а людям которые тут живут им просто газа не потребно для чего им масок еще можно тут оборотки роботе на лисе продавать дрова нашим людям газ хотя это наше богатство от я ввече бы было больше часу так и табо якщо вы было больше часа мы бы просто зараз зробили цепо законно мы взобрали зараз эти трубы ну что дорогие друзья тогда мы сейчас будем выдвигаться газовым родовищем которые находятся наверху в самих карпатах на скале сейчас я слышу пилы прекратили работать возможно есть уже типа информация что журналисты в городе и нужно немножечко прибрать за моей спиной незаконные стоят трубы прокладка труб которые переходят отсюда через весь санаторий против туберкулезный на стороженецкий район там газ обрабатывается и нам уже продается с большой ценой и самое печальное что этот газ почему-то отсутствует в городе красноильск у местных дрова я вам покажу еще школы которые здесь есть румынская школа где нет украинского языка украинского класса находится на территории украины в городе красноильск что вы для себя понимали как такое возможно только в украине поэтому мы с вами не выключаемся буквально через минут 20-30 я включусь наверху и покажу вам эту вышку что там происходит кто там возможно будет возможно там будет какие-то интересные действия поэтому будем готовы и обязательно вам это все покажем ну что дорогие друзья вот мы добрались до склона много чему я удивился только что что увидел увидел как живут скажем так румыны увидел школу румынскую где нет украинского языка украинского класса исключительно все румынская знаете я называю это уже скорее всего не украина а черновицкая народная республика чин и эр чайна чин и хочу сразу пока мы идем к вышке обратить чтобы вы увидели то что творится смотреть и вот это все что вы понимали лысые горы посмотреть полностью лысые карпаты там румыния вот за этой склоном румыния к сожалению всему тому чему я только что увидел я не удивляюсь потому что полиция здесь не работает не супа безопасности не работает не дбр не работать никому не дело то что уже леса по сути нет это никого не интересует сколько скважин в красноильске 5 скважин что вы для себя понимали городе красноильск сделаны незаконные 5 скважин вот таких вот газовых это наш с вами газ украинский газ вот 5 скважин это плюс-минус где-то на всю западную украину бесплатно газом ну понятно на западной украине есть газ поэтому они собственно могут себе это позволить но они могут себе это позволить если бы сильно захотели а так по сути это рабы это рабы которые бросают мусор рабы которые засрали карпаты к чертям рабы которые вырезали все а мы с вами сидим в городе киеве во львове в днепропетровске и слышим о том что у нас идет борьба с янтарем у нас идет борьба с лесом карпатским и теперь вы будете знать с моего блога у нас идет якобы борьба с незаконным газом знаете по ситуации я уверен что это все сейчас прикроется договорятся занесется денег а вам с первого января поднимут снова цену за газ а уяви соби это же столько потребно было коштев вкласти стихи потребно было дозвольных документов и взагалече плотать это товариство с обмеженной ответственностью за гарантией земли так вот скажите мне пожалуйста шановне мои кто настоящий украинец вы мне будете и дальше желчу свою кидаться в коментариях говори украинскую мову когда ты придурок смотришь этот эфир мудак ты ректосный говно ты поганая ты не украинец ты если говоришь на украинском языке одел себе вышиванку досрать я хотел на тебя да я вообще вообще не знаю чтобы с тобой взять я языка бы прирезал понимаешь вырву твой кадык и чтоб ты был глухонемым и немым когда ты начнешь говорить таким как я о том что переходить на украинский язык на херам не переходить на украинский язык если ты падла сидишь у себя там где-то под львовом и во львове и рассказываешь мне настоящему украинцу который на русском языке который борется за справедливость который приезжает падла к тебе в регион чтобы помочь остановить вырубку леса чтобы ты говно тебя не утопила во время очередного паводка ты мне это будешь срань господня говорить ты даже не имеешь права смотреть мою сторону после такого кем бы ты себя там не возомнил депутатам чиновникам либо еще там кем-то ты странь господня вот и все ты просто ничтожество больше ты не заслуживаешь ни на что ты заслуживаешь жить в таком дерьбе полиция с народом и че они дбают а в их обувисти входить как раз че они дбают за життя здоровья этих людей дорога така сюда еще и не знали где вы журналисты прикольно слушайте полицейские меня удивляют с каждым разом все больше и больше мне старшая группа говорит я уже посмотрел а шефир уже знаю знаю чем идет речь поэтому мы уже вызвали следственно оперативную группу она уже за нами сюда едет обычно происходит по-другому обычно перед патруль пока пишем пока это пока выясняем а тут уже и классификация оказывается из они уже все прекрасно понимают и по экологии по бревну и по газово-родовощи мы уже все знаем поэтому следом едет следственная группа посмотрите вот это да слушайте в селе а село уже все собралось все полицейские зафиксировали на камеру и мы зафиксировали том что есть просто брошенная газовая газовые трубы которые никому не принадлежат ну а теперь мы идем к самому месту то есть у них есть по документам просто дозвил на том что чтобы смотреть исследовать но не качать газ и не продавать тем более мы выяснили куда идут трубы может прошли по пути всех этих труб они идут через красноир через санаторий красноирский ночью были выкопаны специальные траншеи через дороги через частные сектора более того газовое родовище здесь же в этом селе есть прямо на территории подверья частного и також цепь подверье в любую хвилину может выпукнуть потому что это не газ таких таких есть родовищ тут 5 штук если взять по конституции так то введено статьи 13 в конституции Украины все надра земля все это богатство людей сейчас полицейские будут фиксировать писать заявление будут искать властника газового родовища естественно естественно они его скорее всего найдут ну варианта два по сути должно быть которые теоретически должен быть значит это все должно быть через суд передано в в державу Украину и через местные громады запустить газ и газифицировать поселок Красноильск для того чтобы люди могли спокойно себе не на бревнах чтоб не рубить карпатский лес а за тот газ на котором они в принципе живут использовать его в своих благих целях греть обогреваться и собственно даже и предприятия возможно какие-то здесь мелкие ставить ну собственно что бизнес развивался часть села собралась все смотрят уже представляю как у многих кто имеет отношение к газовому родовищу немножечко такое так тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь товариство с обмеженной ответственностью Ингаско вам великий привет от всех граждан Чернівецкой области которым вы не дали право коррестувати своими надрами и не забезпечили газом и до речи которых вы подвергли под таку опасность потому что в любую минуту эти домики могли бы вибухнуть и несли бы ответственность криминальную самую вы хотя вы и так должны нести за тот вибух в 17-м году который был и мы это будем сейчас доказывать показывать всем почему вы не отселили эти домики потому что это деньги а то что вы украдете наше богатство украинское гражданское такого нет предъявление реестрацию криминального проведения, отримать копию витяга из единого реестра досудового возведения и отримать в случае принятия решения по криминальному проведению, вы имеете право отримать результаты этого принятия. Вам это зрозумело? Да, зачем? Приспишите, пожалуйста. Завтра мы поедем к губернатору. Я уже готов. Морально готов, что приедет Забродский, тот, который ломал мне этот телефон. Забродский, тебе огромный привет. Телефон выжил. Работает и стал еще более популярный. Теперь мой телефон X можно рекламировать где угодно, как самый идеальный телефон, который был под ногами у быка Черновицкого. Гудеть в село будет похлеще, чем больницы у меня гудят, когда приезжаю. Потому что село реально столько не видела полицейских в одном месте. Говорят на чисто румынском языке, ни хрена не понимаешь. Мы гудеем сюда, да, мы гудеем сюда. Я сходил новому, смейте, звал еще. У нас будет, у нас три заявления будут. У нас три заявления все-таки будут. Все правильно, подписчики. У нас будет три заявления. Юра Афонин. Тебе привет. Как видишь, я здесь. Сейчас можешь набрать. Завтра мы утречком приедем в ОДА. Чисто посмотрим, есть ли он или нет. Какая разница. А потом, если не будет, то он в Закарпатье уедет. Все. Я остаюсь еще до завтра здесь, потому что в ночь сегодня уже не буду выезжать в Закарпатье. Но до встречи в эфире. И самое главное, помните, мы все украинцы. Мы живем на своей земле. Несмотря на каком языке мы говорим, даже, честно говоря, цыгане, у них тоже паспорта есть не только румынские, но и украинские. Не надо гадить. Не надо рубить природу. И если уже такие хитро сделаны, то помогайте людям. Я полицейскому, командиру взвода сказал о том, что если бы эти уроды с Инкогаз просто провели весь Красноярск, газифицировали и дали им со скидками хорошими, с хорошими скидками газ, здесь бы журналистов не было. Пока-пока. До встречи.